всем привет автоотелье курс голод нижний новгород вчера поставили в работу очередной раз дровер фрилендер у нас уже был делали на нем глушитель меняли полностью выпускную систему начиная от коллектора и приемные трубы дальше все у нас из нержавейки звук приятный рычащий ну и теперь наша задача сделать небо необычную инсталляцию в данный автомобиль уже проводка вся сделана под музыку 12 геч проводочки где-то там спрятаны общем ground zero проклеена вибруха технические дыры вот временно не полностью оклеены технические дыры надо было оставить вот чего-то еще доделывали там ремонтировали по моему меняли стеклоподъемники это полгода назад когда от нас машина уехала вот поэтому здесь видно что вскрывали отклеили и брюху но у нас 4 миллиметровые вот все это надо будет поправить сделать по нормальному шумочку дверей пока дверей вот и самое сложное надо будет преобразить вот эту центральную панель воздуховода мы убираем здесь вот в этих границах будет вставлен планшет кнопочки надо убрать сюда наверно куда-то вниз пока не знаю так примерял планшетом по ширине в границах вот так вот заканчивается очень широкий большой планшет 10-дюймовый 10 половиной по моему даже вот и внизу у нас будет стоять магнитола alpine по моему 92 что ли с процессором самые топовые из ныне существующих alpine в 19-й год понятно что есть еще там статусов один на это мы в расчет не берем тем не менее бюджетная магнитола 10 тысяч всего стоит в розницу и из китая владелец заказал планшетки две штуки один андроиде другой винда все чуви вот такой вот планшет чуви чуви так еще одна задача переделать карты карты у нас были изначально серые там бабушкин диван какой-то здесь как обычно у лондров наклеен был наклеен все через поролон завода вот это вот все говно отслаивается легко отрывается это нам надо будет удалить поделиться прикупил черные карты вот это будет что-то оригинальные придумать такое чтобы немножко стилизовать салон под центральную панель и так у нас продолжается подгонка планшета в центральную консоль что у нас сделано центральная консоль переделана полностью теперь у нас снизу кнопочки дополнительно в карман был вставлен всех для двух кнопок приклеена зашпаклевана панель с ручками регулировки климатом в середине теперь стоит следом за ней карман для магнитола ну и дальше сделано вот такая алюминиевая конструкция у нас две планки из алюминиевая вага из алюминиевого профиля прикреплены намертво к ним к ним привернут лист алюминиевый 3 миллиметра толщиной и на этот лист уже будет крепиться вот такая вот инструкция здесь у нас пластик 4 миллиметровый в нем сделаны такие отверстия так чтобы саморезы не мешали ну и примерно вот так вот примерно понятно что надо будет крепить вот на 5 саморезов алюминиевые вы ему что-то мне сегодня с речью короче к листу будет крепиться эта конструкция это чехол силиконовый но так как он мягкий но пришлось усилить как раз листом пластика толстого намертво приклеен с помощью суперклея космофен вот теперь эта конструкция жесткая ну и края остаются мягкие для того чтобы зафиксировать по-хорошему планшет так сейчас приворачиваем на место чехол вот вставляем планшетку и я покажу дальше что будем делать так планшет на месте теперь нам надо сделать рамочку которая будет закрывать всю эту конструкцию вот для этого нам надо вырезать наверное три боковые две штуки и нижняя из пластика ну и дальше я думаю можно будет уже лепить из пластилина короче керамика мягкая вот такую штуку я купил керапласт называется пока брикете и воздух не попадает он мягкий из него лепим потом он твердеет на воздухе и затем это будет у нас как макет не макета матрица вот из этого всего говна делаем матрицу и потом заливаем все это смолой вот чтобы рамочка у нас было как раз из стекловолокна с малой приступаем так нас подгонка почти закончена панели машина нас покидает на какой-то промежуток времени уезжает надо с электрикой разобраться пока мы будем красить другую машину и готовить к покраске остальные пластиковые элементы сейчас мы разберем багажник он у нас вот в таком рапторе покрашены шикарно поэтому будем перекрашивать черный цвет потолок у нас тоже будет черный определились до вернее определился владелец так этот пластик у нас тоже будет краситься центральные стойки их нашли черные хозяин автомобиля купил черном цвете передние стойки уже не помню либо мы их красим либо есть они но треуголки понятно черные вот и какая мысль сейчас но это все что не нужно две панели локоть пойдет пороге пойдут черные это у нас передние задние не знаю придется накрасить так да и кстати тоже надо выложить сейчас все вот этот снимаем боковушки до потолка накладочку здесь на входе вот эту панель довери задние пороги ну и все и вот чего у нас получилось уже загрунтованная панель к так вот это будет выглядеть сбросилось так ну вот так вот будет выглядеть значит у нас здесь кнопочка включения на всякий случай сейчас вот как раз будем определяться чего мы будем сделать делать с этой панелью либо мы черным лаком красим либо мы иммерсионную печать делаем под карбон потому что планируются двери обшивки верхнюю часть вот где тряпка была вот здесь вот сделать вот эту часть который сейчас поролон остался на эту часть сделать натуральным карбоном мне предложили я готов попробовать как это получится выглядеть будет на этом автомобиле конкретно так но и здесь бессмысленно натуральным карбоном возне очень много будет с деталями вот с этими загибами со всеми это не просто не соизмерим несоизмеримые суммы получится за работу поэтому либо красим по простому либо либо aqua print а так все работает так поставим сюда прогрессу специально для автомобиля где-то я нашел кто-то ставил вот и будет у нас как источник интернета здесь будет 92 алпань стоять процессорным башка без дисковая которая будет озвучивать у нас динамики ну не определенное время машина уезжает а мы пока займемся как раз покраской оклейка карбона декорируем короче весь пластик так фрилендер у нас вернулся обратно и чтобы собрать покрашенный пластик на место перед этим нам надо будет еще поменять пол и переклеить потолок спрашивается зачем делали да это вот уже новая ткань это вот старый разлагающийся поролон заводской в общем эту ткань мы заново снимаем наклеиваем черную ткань у нас будет вот такая черная сеточка для спортивные я себе дел такие потолки на машинах раньше мне понравилось практично эстетично так ну а это вот ковролин на резиновой подложке с высоким ворсом 6 миллиметров будет и влагу держать в себе а не пропускать к металлу чтобы все вот так вот выглядело потом пластик я уже показывал как краситься и все остальное как выглядит ну и после сборки еще покажу разок здесь у нас все заделано вибрухой пол так ну и остается новый ковролин вырезать и уложить перед сборкой можно будет все собирать назад на место так шкурка старая с потолка снята короче так как было уже оклеена естественно клей хороший был я сам личный клеил специально отделил это вот родная заводская а это на поролоне сеточка такая светло-серая вот так как поролончик у нас уже сгнил новую сетку пришлось отодрать вместе с родной заводской обшивочкой вот ну и понятно что поролон сгнил к нему уже ни хрена ничего не прилипнет может прилипнуть прилипнет но держаться не будет вот с помощью рук вот этот весь гнилой поролон придется очищать это у нас легкое стекловое окно заводское отформовано залито немножко каким-то клеем вот который конструкцию сформованную держит на себе представляете да два с половиной метра мне придется очищать вот вручную от поролона так закончена сборка салона после покраски пластика все панели на месте двери я не беру в расчет потому что они еще будут делаться так смотрим это у нас задняя дверь такая вот структура красивая если смотрите в багажник ни у кого не возникнет мысли то что это покрашенные детали не больше похоже на заводской пластик но и тем более raptor так ну видно переход это у нас грубую структура так чтобы все царапки хорошо держал пластик и краска так это у нас мелкая структура немножко пыльные так дальше идет у нас потолок немножко тоже запылили сеточку на фотографиях посмотрите кому интересно как перетягивал там все все подробно так лючок пришлось вышкуривать с помощью болгарки снимать вот этот вот карпет заводской вообще ни в какую никак не снимался приклеен намертво видимо термо способом каким-то так что нагревается пластика потом прикладывается сама ткань вот так дальше идем все понятно потолок хрен увидишь так камере лампочку специально включил так здесь у нас центральные стойки черные ручки ручки все вот этот весь пластик покрашен включая вот эти вот изделены здесь у нас гладкий раптор тоже никто не догадается что это крашеная деталь вообще не видно что это красилась немножко грязные лежал на складе две недели так ну и чего у нас остается ну ковролин а ковролин поменяли естественно ну ковролин не помню говорил нет у нас новый ковролин снизу внутри чё рассказываю покажу на сону он чистоники вот обрезок огрызок такой 6 миллиметровый ворс и снизу резина которая не даст влаги если вы что-то разольете по багажнику ну этот же ковролин будет еще и на полу меняться поэтому и на полу тоже в зимнее время сейчас как раз осень скоро снега пойдут и когда ноги хреново отряхнете снег весь на ковролине резина не помогает из нее выливается и замерзает если пока разогрет у вас печка проникает как раз к металлу и начинает рожаветь вот такие болты так короче задний диван снят задний диван сняли хозяин забрал на перетяжку сегодня звонил насчет вот этих двух надо будет завтра сегодня работу уже закругляемся мы завтра снимем эти два чулана дивана от ауди а8 и владелец отвезет их на перетяжку ну все на сегодня все снимаем завтра сидушки вынимаем ковролин засраны уже да некуда изгнивший наверняка и меняем